МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! 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 Недавно мы переживали Международный женский день. Хочется еще раз поздравить женщин и пожелать дорогим нашим феям женского счастья. Юмор сегодня выбирает себе шутки, остроты, сценки, песни, фразы, пародии, рассказы в этом направлении. Как вы считаете, управлять мужчиной легче, чем автомобилем? Тут права по знакомству не купишь. На мужчине надо по всем правилам ездить. Нужно сцепление чувствовать. Руля у него нет, тормоза слабы, а передок то и дело заносит налево. Особенно, когда полный бак залит. Муж – это человек, который помогает жене преодолевать проблемы, которые она и не знала, если бы не вышла за него замуж. Недавно мне попалось учебное пособие для мужчин. Как окружить жену вниманием и заботой, не вставая с дивана. Говорят, скоро упростят и эту проблему. Изобретут киборга-получеловека. Некий кибернетический организм под названием муж. Знаете, как расшифровывается слово муж? Муж – мужчина, управляемый женщиной. Вот я пришла, пришла, вот пришла. Пришла, пришла, вот тебя поздравить, дорогая моя, днём рождения. Цветочек, ни одна сволочь кроме тебя не догадалась. Меня поздравили. Вот хочу тебе подарок подарить. Это тебе пульт дистанционного управления, а это специальная книжка, как им пользоваться. Да ты что? Разберёшься. Всё по-русски, я пойду. А я чё так... А ты куда пошла-то? Надо ещё свиньям жрать дать. Поняла. И чё же? Ай, господи, инструкция. Ой, электронная модель идеального мужчины. Биоробот-самец. Киборг. Вася. Здравствуй, любимая. Кисенька-козочка. Мя-мя-мя-мя-мя-мя. Мапочка запитая. Солнечко-точка. Ру. Мисенька-козочка. Это про меня что-то? Батюшки. Хе-я. Это чё ж? Ах, видишь. Вася намного лучше обычных мужчин. Он не курит, не пьёт. Ну, это брехня, конечно. Ночью никто не будет греть у вас свои ледяные ноги, у Васи пятки с электроподогревом. А самое главное, Вася всегда будет носить вас на руках, не может быть. Их, иди на ручки, моя кукуська. Я встретил вас, и всё пылое в отличьем сердце жило. Меня на ручки, Господи, лишь бы поднял ведь, а? Кроме того, Вася не будет гулять так, как имеет встроенное противокобилиное устройство. Ого! Девчонки, я не знаю, где это устройство у него установлено, но точно знаю, что всем мужикам поголовно надо вставить вот это устройство. Ватюшки! Но самое ценное, Вася всегда готов к подвигу. Ба, это к какому же подвигу? Вынести мусор! На помойку! На помойку! На помойку! На помойку, на помойку! На помойку! Вот этот цветочек, вот этот подарок! Пирожи! Так, вот что продвинулся куда, кибернетик-то, Господи! Пока нравится! Вот и шо! У Васи есть программы на все случаи жизни! Ой, так ше на все случаи! Допустим, в квартиру забрались воры! Вася! Воры! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а И заморочит любого гаишника Ба, невероятность какая Гражданин, вы превысили скорость Командир, моя фамилия Шумахер Я заблудился, где тут трасса? Стой, стой, разобьёмся! Морож, тормозит, тормозит! Класс, вы чуть не разбили, завтра же застрахуй, ей-богу Надо застраховать, надо гражданку делать, я мух Ой, ещё одна полезная программа Называется «Сон в летнюю ночь» Когда вы спите летом, Вася отгоняет мух Вот это мне надо Ах, ты ж, ты ж противная Чего припёрлась? Только заразу разносишь Сейчас я тебя тапком помордю Эх, мой, какой кибернетический Ой, какой кайф, Вася Так, теперь программа Недоступная ни одному живому мужчине Ва, это чё такое? Программа «Радостная встреча тёши» Ну, это точно брехня А, боже мой, боже мой Какая радость Кто к нам приехал? Праздник, праздник, праздник наступил О, берите, что хотите Живите сколько хотите Можно я буду вас называть мама? Мама, мама, бабуля Мама, милая мама Как тебя я люблю Ой, я не могу Надо всех мужиков наших Вот на такого мачо заменить нафиг Ой, в дополнение Самая любимая женская программа Эротический файл Эротический Чё-то я такой слыхала Лет тридцать назад Один раз Во сне Ау, ты секси Ау, ты секси Ау, твои губы Как спелые виды Ау, сними с себя От девчонки Ау, я хочу съесть твою помаду Ау Мою помаду сожрать хочешь? Ой, вот это как мне нравится Ну-ка, слишком Ещё раз отдаваю Эротический файл Ау, ты секси Секси Ау, твои губы Как спелые виды Ау, сними с себя От девчонки Ау, я хочу съесть твою помаду Ау Вася Скажи Я секси? Ау, ты секси Это секси Сакси Все, сдох Вот так всю жизнь ни один мужик меня не выдерживает, а Хоть железный, хоть нежелезный Слышь ты, плейбой электрической Ну давай ещё разок вот этого файл эротической Ты ж, ты ж противная Чего пристала? Сейчас я тебя тапком по морде Только заразу разносишь Это чё такое? Это чё такое делается? Это чё делается такое? Это чё, мне секонд-хенд подсунули, что ли? Это чё, ты меня им кто-то пользовался, что ли, я не пойму Это чё такое? Это тебе точка обманывала, что ли? Ну-ка ещё одну программу посмотрим Вася, к тебе в квартиру приехала тёша Ты как с Кёшей разговариваешь, дубосек железный? Ещё одну программу. Вася, к тебе в квартиру забрали шворы. А, боже мой, какая радость! О, праздник, праздник, праздник наступил. Берите, что хотите, живите, сколько хотите. Можно я вас буду называть мамой? Воры, мирные воры, как я вас всех люблю. Ну-ка, соберись, шмой электронный я. Тебя установил гаишник. Ты секси. А, ты секси. Я хочу съесть твою помаду. А, сними себя одет. А, твои губы как спелые вишни. Сейчас я тебе устрою переоформление штатов, слышь? Ну-ка, давай ещё раз. А, ты, о, крылатый. А, твои губы как спелые качели. Летят, летят, летят. А, у-у-у. Летят утки. Летят утки. А, у-у. О, студия Парамалт. Пикчер демонстрирует новый фильм. Чужой против кишника. Эта мои зеленые глаза. Называй все меня глазунья. Сейчас я тебе устрою приключение электроника. Небольшой ремонт по-нашему. Исправление, исправление, самоисправление системы. Иди на ручки, ку-кушка. Я встретил вас, и всё, милое, в очевидившем сердце, а-а-а, а-а, а-а, и жило. Ой, девчонки, вот ведь чё, настоящая ласка с мужиками делает, а? А я не могу. Очень хорошо. В общем, девочки, будущее за киборгами. Поехали! На помойку! На помойку! На помойку! На помойку! На помойку! Вынесли! Недавно я прочитал объявление. Убеждённый холостяк познакомится со сварливой, неопрятной и малокультурной женщиной для укрепления своих убеждений. Вот такой холостяк. А кто он такой, этот холостяк? Это человек, лишённый многих радостей и страха обрести их навсегда. Вот такое противоречие. Девиз холостяка. Нас голыми ногами не возьмёшь. Единственный плюс в холостяцкой жизни – всегда знаешь, чья сегодня очередь мыть посуду. Ты знаешь, кто будет стирать, готовить, пылесосить. И никаких конфликтов. Добрый вечер, прекрасные дамы. Я сразу представлюсь. Меня зовут Аркадий Аркадьевич. Я работаю в лаборатории электромагнитных колебаний. О своей личной жизни скажу коротко. Заколебался без пары. Вы знаете, в народе не зря существует такая мудрая мысль. Каждый нормальный мужик обязательно должен иметь вторую половинку. Потому что у первой то голова болит, то она на работе устала. А мне, вы знаете, мне хотя бы четвертинку, но умную. Дуру не хотелось бы. Я сразу всех тестирую на предмет литературы. Одну спрашиваю, что читала она? О-ху. А, я говорю, быстро, что читала она? Му-му. Я говорю, ну-ну. Она говорит, про ну-ну не успела. Я говорю, кто автор? Она, му-мы. Я говорю, ну да. Она, Чехов Александр Сергеевич. Я говорю, кастинг не прошла, милая. Кстати, если девчуля глупая, она на все заманухи реагирует легко. Ага, у меня сосед Жора, он работает администратором в ночном клубе. И он по приколу написал объявление. Кто задерет юбку перед барменом, тому двойной коктейль бесплатно. Он говорит, как же мы ржали всем ночным клубом, когда к барной стойке подошло пятеро шотландцев в юбках. На сайте молодые мамочки одна пишет. Девочки, по всем показаниям у меня может быть двойня. Это же ужас, быть беременной 18 месяцев. И тут же комментарии. Ну, хоть считать умеешь до 20. Знаете, многие девушки считают себя неперспективными и некрасивыми. И вот одна пишет. Мама, считай, что я страшная и у меня нет никаких шансов выйти замуж. И тут же комментарии. Если на аватарке твое фото, не слушай маму, ты не страшная. Ты очень страшная. У тебя вообще нет шансов. Вы знаете, когда женщины оскорбляют, я прям не могу, я сразу завожусь. Да, вот недавно ехал в троллейбусе, а у нас рядом ткацкая фабрика, и женщины ехали то ли со смены, то ли на смену, весь троллейбус женский. Я еще один мужик. И этот мужик возьми и прямо в троллейбусе закури. И так, знаешь, выдыхает с аппетитом и смотрит на реакцию. Все девчонки так стоят, дышать нечем, так, знаешь, и на меня смотрят, мол, мужчина, отреагируйте. А я делаю вид, что я вообще не в этом троллейбусе, вот, и самому дышать тяжело. И одна прямо так подлезла глаза в глаза, мол, ну, делай что-нибудь уже, на тебя надежда. И вы знаете, я-то не ругаться, не драться не умею, я даже не цензурные слова не знаю. И я вспомнил, как наш зал лаборатории обливает начинающих лаборантов. И я так, знаешь, посмотрел на него в упор, не мигая, и так строго сказал. Ах ты ж, прелиминарно-семантическая полифуркация акцидентного типа в стиле латеральных элоквенций латентных тритогонистов. Ах ты, флуктурирующий импеданс. Сейчас же затуши сигарету, бздыщ. И он тут же ее затушил. Об меня. И добавил, ну, за бздыща ответишь, на следующее выходим вместе. Я говорю, вы знаете, я еще не доехал. Он говорит, я так не думаю. Я думаю, у тебя по жизни конечная. Знаете, я даже не подозревал, что я так быстро бегаю. Он меня два квартала гнал, да. Знаете, что самое неприятное? Догнал все-таки. А вот подхахатывать не надо. Вы меня в драке не видели. Ой! Как же меня метелят. Ну, вы знаете, это мой маленький секретик, да. Кстати, на сайте «Женские секреты» одна девушка задает вопрос. А правда ли, девчонки, если своего благоверного ночью во сне взять двумя пальчиками за мизинчик и сжать, и спросить, ты мне изменяешь? Он все разболтает. Это правда? И ей отвечают, абсолютная правда. Но за мизинчик надо брать плоскогубцами. Кстати, есть такие мужчины, которых ни за что не взять, просто обтекаемые со всех сторон, такие, уворачиваются в любой ситуации. Мне друг рассказывает, у него такой знакомый деловой мужик, руководитель предприятия, говорит, с ним даже не пообщаться. Вот едем в машине, у него пять телефонов, он сразу по громкой связи раздает указания всем, все, слово не вставить. И тут вклинивается женский голос. Любимый, еле дозвонилась, я нашла шубку, о которой мечтала, всего миллион двести. И размер мой, и цвет, ты как? Он даже остановился, говорит, ну, а если мечтала, ну, бери. Она говорит, а в комплекте сапожки за восемьсот? Разбивать комплект или все уже взять? Он говорит, ну, добери уже все. Она говорит, а сумка идет как бы бонусом, ну, за пятьсот тысяч, две пятьсот, все вместе, два миллиона пятьсот. Он говорит, бери все. Она говорит, ты у меня лучший, ты самый лучший мужчина на свете. Конец связи, все. Друг говорит, я в шоке, я ему говорю, ничего себе, у твоей жены запросы. А он говорит, да я вообще-то холостяк, это какая-то просто баба номером ошиблась. А я говорю, а почему ты ей все разрешил? Он говорит, а я женщин балую, я им никогда ничего по жизни не запрещаю. Кстати, недавно я в соцсетях нашел фото такой девчули. Ммм, такая, ну, красавица просто. Знаете, держит двух котят на фоне груди и подпись. Отдам их в хорошие руки. И тут же комментарий. Беру обе. Котят не надо. Знаете, я ее тоже там в сети лайкнул. Думаю, может еще и как-то познакомиться. Вдруг она еще и Чехова читала, Александра Сергеевича. Тогда мне, как говорится, и карты в руки. Да, скажу, как и Ковальска. И никогда это не быстро. Женская логика. Мне думать вообще нельзя. Потому что я могу передумать. Когда у меня есть настроение, я готовлю. Когда у меня нет настроения, я ем. Если муж не в онлайне, значит с женщиной Если в онлайне, значит переписывается с женщиной Я все знаю, женская логика Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке Будь осторожней, один, да их тут тысячи Женская логика Хочу в круиз, где бронзовые люди Хочу туда, где ездят на верблюде И от любви качаете плохой Кран, паспорт, страховка Страховка, билеты, муж Все, поехали, поехали, а то опоздаем Да куда поехали-то, из такси еще не звонили Ну а вдруг выйти не успеем? Ну позвонят, выйдем, че зря на улице торчают Ну а вдруг пробки? Какие пробки в лифте? Пробки вылетят и лифт застрянет Зайчик мой, я вообще не понимаю, че мы с тобой на лифте ездим? Мы живем на втором этаже Тебе этого вообще никогда не понять Такси, телефон, где телефон? Телефон В сумочке, вон Точно, сумка Да где же этот телефон? Телефон А я вообще не понимаю, че у тебя до сих пор Бицепсы не как у Шварценеггера Столько с собой таскаешь Вот он Слава богу А нет, это старый Слава богу, нашелся Думала, потеряла Смотри-ка, пульт нашелся Что ты говоришь? Может, у тебя еще и батареечки к нему есть Очень смешно Ну да, конечно Да где же этот телефон? О, весы Господи, дорогая Ну весы-то тебе зачем с собой? Ну а как я, по-твоему, буду взвешиваться? Безменом? А я вообще не понимаю, для чего тебе так часто взвешиваться? Ну, в отличие от некоторых Я занимаюсь собой Мне нужно знать, сколько я скинула Ну да На, батарейки ты спрашивал Я думаю, что у меня машина не заводится Да где же этот телефон? Кажется, это он А, нет Это мы у Людки оторвали, чтобы она бывшему не позвонила А Вот и Людка Что? Вот Да где же этот долганный телефон? Ты знаешь, я недавно смотрел по каналу Дискавери, как кротов из норки выгоняют И что? А туда просто в норку водичку льют, и они сами всплывают Берегите сударь Это-то тебе зачем? А вдруг маньяк в лифте не из мечты попадется? Что-что-что-что, я понял, понял А, Маркиз Так ты не убежал куда в прошлом году? А что ты ел? А-а Коцка? Может, у тебя там пельмешки есть, а? А тебе все изгибаться Чай будешь? Слушай, а может быть у нас в прошлом году машину-то вовсе и не угнали, а? Ты глянь-ка там в сумочке как следует, может, на донышке где-нибудь завалялось, а? Сейчас посмотрю Да, там поглубже где-нибудь Алло, такси? А, нет-нет, поедем Нет, багажа не будет Поедем налегке Я свободен Словно птица в небесах Я свободен Я забью, что значит страх Я свободен С диким ветром На ровне Я свободен На юморах На юморах Иногда уже после титров какого-нибудь нашумевшего боевика Или фильмов, в которых участвует каскадер, ну там какая-нибудь Индиана Джонс Обычно в конце показывают кадры, как это было снято Как это получалось или как это не получалось Знаете, вот мы как раз сейчас и хотим показать вам нашу кухню Хотите посмотреть на это с другой стороны? Внимание По списку дай все Держи аккумулятор Цветы Не помню Что? Что? Пульт Туалетная бумага, по-моему На, держи Компальтика Компальтика Где реплику? Реплику дай Что мне выкашкивать? Что выкашкивать? Ну, наконец, главный трюк Главный трюк, пожалуйста Как это было? Да Поехали Поехали, поехали Я попросил наших редакторов собрать воедино из бестолковых словарей шутки о женщинах А таких немало, к нашему удовольствию Ошалевшая Женщина, купившая себе шаль Али Баба Мужчина неопределенной сексуальной ориентации Вы расшифровали, да? Все правильно Арамис Победительница армянского конкурса красоты Утренний макияж Это восстановление лица по черепу Истерика Это женский способ развлечься Без малого Одинокой женщины Жрица Обладательница отменного аппетита Путана Рабочая по ремонту путей Тома Гаф Жена Тамары встречает пьяного мужа Напасть Губная помада Видно, как люди постепенно расшифровывают это дело Баобаб Необъятная женщина Глюкоза Каза-наркоманка Отторва Билетерша Голосистая Модель Бабина Крупная женщина Гуляш Неверный муж Мартышка Мужчина Восьмого марта Запаска Любовница Рогалик Обманутый муж Брак Это событие После которого мужчина Перестает покупать цветы И начинает покупать овощи Очень хорошо подмечено Интуиция Поразительное чутье Подсказывающая женщине Что она права Независимо от того Права она или нет Загадочные женщины Это те Которые выходят замуж За гадов Ух ты Как интересно Потянула на солененькое Тяга К черному морю Дура Это такая женщина Которую мужчины В состоянии понять Плохая женская фигура Неравнобедренный треугольник Девушки легкого поведения Стоящие вдоль дороги Охотный ряд Селедка под шубой Топ-модель в мехах Долгожданный ребенок Ребенок, который приходит домой под утро Первый признак беременности Это когда по утрам тошнит А уроки делать не хочется Одна лошадиная сила Это жена с полными сумками Располневшая топ-модель Топотушка Жизнь мужа С женой до первой измены Дорога Крик мужа в бане Дуралей Новые колготки Нирвана Двойняшки Гита и Зита Паразит Любовь Это пуля со смещенным центром Которая попадает в сердце Выворачивает карманы И выходит боком Кстати, это самый старый пример Бестолкового словаря Я его нашел недавно В своих старых тетрадках Вы не поверите Если я скажу, когда я произносил эту шутку впервые В 59-м году Можете себе представить Птики Мити Митины любимые игрушки Интердевочки Девочки, работающие в интернете Сороконожка Женская ножка Сорокового размера Гули-гули Мужья на курорте Барматуха Женщина, говорящая во сне Таранька Женщина за рулем Падаль Плохая фигуристка Зимбабве Место зимовки баб Колготки поехали Женщина за рулем Марихуана Мария Ивановна по-испански Блюда Блюда легкого поведения Муж Ланы Кто такая Лана неизвестна Это ее муж Людоед Муж Люды Люба дорога Люба знает себе цену Колбаски Поклонницы Коли Басковой Жена Это счастье Которое с годами Становится полным Жабо Теща в зеленом брючном костюме 58 размера Цветы запоздалые Букет от мужа 9 марта Это у меня была шутка такая Жена избила мужа 8 марта Двумя тюльпанами АПЛОДИСМЕНТЫ Героиня Елены Воробей Судя по всему Села на диету В общем С размаху Села на диету Перекосив Дубовый стол Сломала ножки Табурету И проломила В кухне пол И что интересно Одна женщина Закончила Двухнедельную диету За один день Ну подумаешь Говорит она Закончила пораньше Да Диеты Как много в этом слове Для сердца Женского слилось Как много денег Отдалось Знаете Я не перестаю удивляться Целеустремленности Наших женщин У меня есть Любимый анекдот На тему диет Как в канун 8 марта Жена выгуливает мужа 7 числа Хочет намекнуть Что хочет получить От него в подарок Справа и слева По центральной улице Дорогие бутики Какие-то мини-маркеты Салон часов Ювелирная лавка Она останавливает мужа У витрины Автомобильного салона И говорит Коля Коля Подари мне пожалуйста Завтра такую штучку Чтоб я так нажала ногой А там стрелочка От 0 до 100 За 3 секунды Он с утра приходит Говорит То что ты просила Любимая Напольные весы Это наш святой день Правда А тоже 8 марта Сейчас многие узнают Свои истории Просто семейные судьбы 8 марта Мы с утра Как начинаем наш день Прихорашиваемся Халатик забрасываем Дальний угол Одеваем платьишко Полигантнее Делаем макияж Начосик Выходим красивые А мужа нет Он сотрудниц Поздравляет с 8 марта Ничего Мы не теряемся Мы достаем Из морозильной камеры Бутылочку Запотевшие водочки Делаем нарезочку Салатики Ждем любимого Часа 2 Дня 6 часов вечера 9 вечера Полночь А Германа Все нет Как у классика Ну и обратно Достаем халат Начос на сторону Из макияжа делаем Что такой Боевой раскрас А-ля хищник Шварценеггер Ждем благоверного Думаешь Ты ж домой придешь Зараза Ты в любом состоянии Ты не придешь Так приползешь Я тебя встречу Я тебя поздравлю Идем в кухню Достаем что Родимый Отечественный чугун Сковородочку И встановимся У входной двери В позу Анны Курниковой Ждем любимого Часа в 2 ночи Дверь тихо Со скрипом открывается Он стоит Сфокусировать не может Но где-то минуте На второй видит жену Со сковородой И говорит Танюха А ты все жаришь Это же стресс А в состоянии стресса Мы делаем что? Естественно Едим Правда Диеты 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 Каких их только Не существует Вы знаете Я заметила Что мы Русские люди Особые Как мы садимся На диету Сейчас скажу На западе Существует культура питания Как-то люди Следят за собой На протяжении всей жизни Занимаются спортом Ограничивают себя Там Считают калории Мы Я встречаю подругу Подруга сидит Вокруг Обставлена тарелками Просто скатит Самобранка Я сажусь напротив Она все это ест Я говорю Привет, Танюша Ты случайно не беременная? Ответ Не знаю А ты с чего спросила? Я говорю Да ты ешь как не в себя И гениальный ответ Не Я с завтрашнего дня На диету А потом куда идем? К диетологам Это страшные люди У меня подруга Пришла к диетологу С претензией Говорит Доктор Не помогает Подождите Я же вам таблетки назначил Эти Антижор Вы их пьете? Пью Ну и сколько? Пока не наемся Две подруги встречаются Одна так восклицает Боже Как ты похудела? Как? Не изменяет муж Это кошмар Это невозможно Это такие нервы Так разведись Я не могу Мне еще три килограмма Надо сбросить И почему-то вспомнились Слова гениального человека Который однажды Очень точно сказал Сколько женщину не корми Она все равно В стринги Влезет А закончить я хочу Цитатой Из замечательной песни Российским женщинам Нельзя худеть Ведь наша женщина Должна уметь И на скаку Коня остановить И мужика Бухова дотащить Дорогие наши мужчины Знаете Не бывает полных женщин Бывают хилые Мужики Спасибо Спасибо огромное Если у тебя Здоровый аппетит Долой диеты И запей на целлюлит Не ломай природу Не губи себя Ты сама себе судья Нам уже давно Пора понять Что крутые формы Могут возбуждать Так зачем Себя Так истязать Дай мужчинам Шанс сказать Мужчины Секс-бомб Секс-бомб Ты мой секс-бомб Всё к тебе окей Скажи диетом стоп Секс-бомб Секс-бомб Ты мой секс-бомб Ты скажи диетом стоп Секс-бомб Ты мой секс-бомб Всё к тебе окей Скажи диетом стоп Секс-бомб Ты мой секс-бомб Ты скажи диетом стоп Да-да-да-да, скажи, скажи мне это, о-о-о-о, эй, 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 ты скажи мне это, стоп, стоп. Спасибо огромное. Вот заметный номер в моем репертуаре. Рассказ 1990 года писатель-юмориста Аркадия Арканова «Сон Василия Степановича». Сейчас это такое ретро, которое молодые люди могут понять только через переводчика. Даю перевод. В конце 80-х годов с продуктами и многими товарами стало в стране худо. И государство вынуждено было ввести талоны на покупки дефицита, то есть всего, что было необходимо для жизни. Эти талоны, как тогда говорили, нужно было вовремя отоварить, иначе они превращались просто в бумажку. Дай-то Бог, чтобы такое ужасное явление больше никогда не возникало в дальнейшей нашей жизни. Но, как вы сейчас увидите, мы все равно не унывали. У нас хватало сил и желания иронизировать и смеяться над этим. Значит, уже хотя бы мы морально побеждали. На фоне тревоги за будущее у нас где-то глубоко в душе жили надежда и уверенность в том, что мы сдюжим. Василию Степановичу приснился странный сон. Будто на исполнении супружеских обязанностей ввели талоны. И он эти талоны потерял. А супружеские обязанности – это как раз те самые обязанности, которые время от времени хочется исполнять. Вне зависимости от религиозных убеждений, партийной принадлежности и расовых предрассудков. Даже рьяные радикалы и пацифисты нет-нет, да иногда исполнят свои супружеские обязанности. Ибо ничто человеческое им не чуждо, по меткому выражению Маркса, которому в этом вопросе еще можно доверять. И вот будто бы Василий Степанович обращается к своей супруге. Товарищ Катерина, я к вам по сугубо личному вопросу из области укрепления связей и, так сказать, внешних сношений. А Катерина, его супруга, будто бы отвечает – извольте, товарищ, предъявить талон на апрель месяц. Но Василий Степанович тут начинает объяснять, будто он эти талоны потерял и просит отпустить ему счет будущего месяца. Ну или, в крайнем случае, на худой, так сказать, конец по грабительской кооперативной цене. Но Катерина твердо на своем стоит. Мол, государство эти талоны не для баловства ввело, а для плавного перехода к регулируемым рыночным отношениям с целью, так сказать, борьбы со спекуляцией и теневой экономикой для удовлетворения, потребностей, все еще, несмотря ни на что, трудящегося населения. И вот Василий Степанович в крайне подавленном состоянии идет к своему старому другу, пенсионеру всесоюзного значения, Петушкову, и говорит – «Ты, Петушок, свою последнюю супружескую обязанность лет 15 назад с блеском исполнил. И талон твой, можешь сказать, зазря пропадаю». На что Петушков отвечает – «Да ради Бога, Василий Степанович, только у меня талон-то особый, пенсионный, розового цвета. На них только поцелую в лоб получать можно». Ужасно расстроился Василий Степанович. Пошел по улице в сторону центра, идет, голубям завидуя, которые без всяких полонов выясняют супружеские отношения прямо на тротуаре, а также на голове Карла Маркса, который вроде бы эти талоны придумал, выходит не только на нашу, но и на свою голову, о чем свидетельствует его засиженный цвет лица. «Решил Степанович зайти в районное отделение, где хранились ум, совесть и честь нашей эпохи. Там у него работал старый друг Козырьков. Он сказал, вот ты, Василий Степанович, поторопился, «Поторопился выходить из партии». А нам на это дело спецсталона выдали. И показывают ему спецсталон, запечатанный в целлофане, на котором написано «Всюду и со всеми». Даже в условиях Крайнего Севера. Дико закричал Василий Степанович и проснулся. И увидел, что жена его, Катерина, спит, повернувшись к стене, наплевательским, равнодушным сном. Долго смотрел на неё Василий Степанович, и всё никак не мог понять, кого же она ему напоминает. И вдруг понял, понял и испугался. Жена его, Катерина, точь-точь была похожа на нашу перестройку. Как обещать, так всегда пожалуйста. А как отоварить, Чем-нибудь хорошим, так сразу в кусты, встал, оделся, и позабыв исполнить свои супружеские обязанности, побежал в магазин отоваривать талоны на сахар, на масло, на мясо, на хлеб, на солнце, на воздух, на воду, на ум, честь и совесть нашей эпохи. Если ты увидишь лицо без улыбки, улыбнись сам. Если у тебя нет повода для улыбки, улыбнись про запас. Если ты способен улыбаться жизни, жизнь улыбнётся тебе. Улыбнись, если весело и грустно, улыбнись, подари чуть-чуть себя. Улыбнись, ведь кому-то очень нужно получить улыбку от тебя. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.